Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и мы продолжаем разговор о реактивном движении. И сегодня речь пойдет о формуле Циолковского, имеющей фундаментальное значение для теории ракетного полета. Надо сказать, что эту формулу неоднократно выводили и до Циолковского, но он занимался проблемой космических перелетов, выхода человека в космос и заново вывел эту формулу в своей теоретической работе, опубликовал ее в 1903 году в статье «Исследование мировых пространств с помощью реактивных приборов». И эта формула связывает скорость истечения газов из сопла ракеты и ту скорость, которая может теоретически приобрести ракета в результате сжигания топлива. И надо сразу сказать, что мы рассмотрим вывод формулы Циолковского для самого простого идеализированного случая, когда ракете не надо преодолевать сил тяготения и сил сопротивления воздуха. И для начала мы рассмотрим совсем простую модель, которая не требует применения средств математического анализа. И в этой модели ракета каждый раз делится на две равные части. Одна часть отбрасывается назад со скоростью У, а оставшаяся часть получает такую же скорость вперед и летит со скоростью У вперед. На втором шаге ракета отбрасывает половину оставшейся массы, ее масса становится равной М нулевое на 4, а получает приращение еще одно У, и скорость ракеты становится равной 2У. На третьем шаге масса уменьшается еще в два раза и становится равной одной восьмой исходной массы, а скорость становится равной 3У. Видно, что скорость растет весьма медленно, а масса убывает очень быстро. Например, если мы хотим достигнуть скорости 10У, то нам придется уменьшить массу в 2 в десятый 1024 раза. Так что, если мы хотим иметь ракету, движущуюся с большой скоростью 10У, весом в одну тонну, то исходная масса должна составлять 1000 тонн. Ну и в общем виде у нас получается, что при достижении скорости НУ масса уменьшается в 2 в степени Н раз. И я хотел бы подчеркнуть, что при этом ракета еще не преодолевает силы притяжения и действия сил сопротивления воздуха. Ну, нам, конечно, могут возразить, что у нас такая довольно странная модель, что более естественно рассматривать отделение равных частей массы ракеты. У настоящей ракеты газы вытекают непрерывно, и масса теряется непрерывно, и, быть может, наши выводы не совсем корректны. Ну, поэтому давайте мы перейдем к выводу формулы Циолковского методами математического анализа. Пусть из ракеты вылетает малая масса ДМ со скоростью У, а ракета при этом получает превращение скорости ДВ, ну и текущая скорость ракеты при этом равна М. Тогда по закону сохранения импульса превращение импульса ракеты МДВ равно импульсу, унесенному сгоревшим топливом УДМ. А знак минус здесь стоит для того, чтобы учесть, что скорость ракеты у нас увеличивается, а масса уменьшается. Ну, и это дифференциальное уравнение интегрируется стандартно разделением переменных, то есть мы массы собираем в одной части, получается ДМ деленное на М, а скорости в другой. Ну, и интегрируем обе части, значит скорость от нуля до В дает нам просто скорость В деленную на У, а вот этот интеграл мы берем в пределах от конечной массы до начальной, переставив пределы интегрирования, чтобы не писать знак минус. И у нас получается формула В равняется У умножить на вот этот вот множитель логарифм отношения начальной массы ракеты и конечной. И это и есть формула Циолковского. А теперь давайте сделаем некоторые прикидки. Предположим, нам нужно вывести ракету на околоземную орбиту. Для этого нужно достичь скорость 8 км в секунду. Эта скорость называется первой космической. Ну, на обычной топливной смеси, кислород и керосин, можно получить скорость истечения продуктов сгорания порядка 2,5 км в секунду. Тогда логарифм должен быть равен примерно 3,2. Ну, а отсюда следует, что отношение масс должно быть равно примерно 25. То есть всего 4% исходной массы ракеты может составлять полезная нагрузка. А для того, чтобы достичь второй космической скорости 11 км в секунду, нам нужно, чтобы логарифм был уже больше 4. И тогда отношение масс составляет около 70. Ну, поэтому конструкторы стремятся повысить скорость истечения продуктов сгорания из сопла. Ну, и на этом пути сложно продвинуться далеко. Ну, например, для кислород-водородных двигателей скорость истечения 3,5 км в секунду. Ну, не сильно больше, чем у обычных керосиновых. Поэтому радикальным решением является использование многоступенчатых ракет, двух- или трехступенчатых, для того, чтобы ненужные уже части корпуса и двигатели одной из ступеней отбрасывать по пути на орбиту. А теперь наш традиционный заключительный вопрос, и он будет звучать несколько необычно. Когда американцы летали на Луну, то они использовали лунный модуль, который с окололунной орбиты садился на поверхность Луны. Масса этого модуля составляла 15 тонн, и он состоял из двух частей. Из посадочной ступени и из взлетной ступени. Посадочная ступень весила 10 тонн, из которых 8 составляла масса горючего, который они сжигали при посадке на поверхность Луны. И затем они стартовали с поверхности Луны на взлетной ступени, которая весила примерно 5 тонн. И вот исходя из этих данных, и не заглядывая ни в какие справочники, и тем более в Википедию, попробуйте сообразить, а какова была масса горючего, которая использовалась на взлетной ступени. Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok